Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема посвящена сахарному диабету. У нас в гостях главный нештатный специалист-эндокринолог, заведующий отделением эндокринологии Ульяновской областной клинической больницы Милюкова Галина Николаевна. Скажите, пожалуйста, вот сахарный диабет, по последним данным, сахарным диабетом в настоящее время болеет более 450 миллионов населения. И на самом деле это грозное заболевание, и если его вовремя не лечить, то на самом деле оно приводит к таким тяжелым последствиям и осложнениям, о которых мы сейчас расскажем. Что такое сахарный диабет? Начнем с этого. Вообще, что такое сахарный диабет, как он возникает, и каковы его первые симптомы? Ну, во-первых, хочу вернуться вот к тому, с чего вы начали, что в мире сейчас действительно более 425 миллионов. То есть это такое количество людей, которое сложно представить. Но, что интересно, когда, ну, всегда же составляются прогнозы. Так вот, ровно 10 лет назад, в 2010 году, даже меньше десяти лет, прогноз был, что к 2020 году в мире будет 380 миллионов. То есть на 45 миллионов этот прогноз, рост количества пациентов обогнали прогнозы. И, к сожалению, эти прогнозы сейчас очень неутешительные. Количество больных диабетом растет. Заболевание действительно серьезное. Ну, я коротко расскажу для слушателей, чтобы все понимали, что диабет бывает двух типов, первого и второго типа. Сахарный диабет первого типа развивается, развитие его связано с тем, что поджелудочная не вырабатывает инсулина. И лечение такого диабета только инсулин. И болеют таким диабетом обычно люди молодые, молодые среднего возраста, иногда дети. И, ну, хорошо, что такого диабета меньше, где-то, ну, около 8 процентов от общего количества. А вот подавляющее большинство тех пациентов, о которых мы говорим, это больные диабетом второго типа. И статистика такова, что количество больных с сахарным диабетом второго типа очень большое. Но только один из каждых двух больных, то есть, ну, 50 процентов, каждый второй, как угодно можно сказать, знает о том, что у него сахарный диабет. А заболевание начинается из подволь. То есть, в дебюте заболевания пациент может ни о чем не подозревать. Какие-то мельчайшие симптомы, ну, например, чуть повышенную жажду, чуть быструю утомляемость. Он объясняет каким-то образом жизни, каким-то определенным характером питания. Вот. И когда появляются клинические признаки диабета, а первые клинические признаки – это жажда, это, ну, увеличение количества мочи, это кожный зуд, это, возможно, изменение массы тела, причем на первых этапах увеличения массы тела, появляются тогда, когда сахарный диабет в развернутой стадии. И выявлять его надо до этой стадии, то есть, пока человек ничего не чувствует. Вовремя выявлять, вовремя начинать лечить, и тогда не будут те грозные осложнения, которыми опасен диабет. Галина Николаевна, ну, вы сейчас сказали, вот такой своеобразный продромальный период, а сколько он может быть до начала диабета? Вы знаете, считается, что в среднем три года – от начала заболевания до появления клинической картины. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше, а в средние три года. Почему так важна диспансеризация? Потому что вот поставить диагноз сахарного диабета, в принципе, несложно. То есть, первым анализ – это сахар крови. Если он хотя бы немного отклоняется от нормы, сдается, повторяется сахар крови натощак, есть такой тест толерантности к глюкозе, есть анализ крови гликированный гемоглобин. И задача этих анализов позволяет точно определить, что у человека есть сахарный диабет. Есть еще такое состояние, которое можно назвать таким комплексом преддиабет. В медицине это называется нарушение толерантности к глюкозе, нарушенная гликемия натощак, когда вот состояние еще не здоровья, но еще и не сахарный диабет. И выявление этих состояний позволяет тоже вовремя принимать меры, потому что, если их принимать вот на этом этапе, то сахарный диабет можно либо предотвратить, либо отодвинуть на очень много лет, так сказать, вперед. То есть, длительно им не болеть. Особенно большое внимание нужно уделять людям, которые имеют наследственность, то есть, у которых есть родственники больные с сахарным диабетом. Еще большее внимание люди, у которых родственники с двух сторон, то есть, и по линии матери, и по линии отца. Есть пациенты с с сахарным диабетом второго типа. То есть, обязательно, не реже раза в год, а людям вот с такой наследственностью и два раза в год, кровь на сахар нужно проверять. Ну, и проходить другое обследование, если врач его посчитает необходимым. Нарушение толерантности к глюкозе. Это еще не диабет, но это, вот, если человек... Проводится стандартный тест. Определяется сахар натощак. Он, как правило, в норме или около нормы. И пациент, не пациент, еще здоровый человек, в стакане воды разводится 75 грамм сухой глюкозы. Я говорю сейчас о взрослых. И человек это выпивает минуты за три, за пять. И через два часа еще раз определяется сахар крови. То есть, все очень просто. И есть определенные нормы, каким образом он должен измениться вот за эти два часа. Если показатели превышают эту норму, то это говорит о том, что его поджелудочная железа уже не справляется вот с этой нагрузкой глюкозы. То есть, она, ее работа уже, так сказать, ну, в какой-то мере имеет какие-то дефекты. И дальше, дообследование уже говорит о том, что какие, почему это наступило, и какое требуется лечение. А вот вы говорили о сахарном диабете, что нужно более быть настороженным, если кто-то в семье болел диабетом, там, родители или бабушки, дедушки, неважно в каком поколении. Но все-таки, вот если в целом говорить, диабет – это все-таки заболевание, передающееся по наследству, или просто передается предрасположенность к этому диагнозу? Тут вопрос такой. Диабет, конечно, передается предрасположенность, вы правы. То есть, человек, имеющий родственников больных диабетом, не имеет стопроцентной вероятности, что у него будет диабет, и это слава богу. Но есть определенные факторы, которые могут повлиять на то, будет ли у человека диабет этот реализован, вот, ну, с отягощенной наследственностью, или не будет. Самые основные факторы, они банальные – это ожирение, избыточный вес, это малоподвижный образ жизни, неправильное питание и курение. Вот, казалось бы, да, такие простые, банальные вещи. Но если у пациента, родственники, больны диабетом, у него есть ожирение, у него есть… он мало двигается, он курит, то вероятность диабета, ну, становится очень высокой. То есть риск заболевания становится высоким? Да, да. Ну, крайне высокий. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили, есть диабет первого типа, второго типа, и очень хорошо так дали даже клиническую картину, начало этих заболеваний. А вот когда решается вопрос, вот, когда давать таблетки, а когда уже вот именно вот инсулин? Вот как это, где это гранит? Ну, вот, возвращаясь к началу нашей беседы, там, где ставится диагноз диабета первого типа… Там однозначно инсулин, и это во всем мире так, и нет другого средства, и, к сожалению, пока… Хотя во всем мире идут очень активно разработки по двум направлениям. Первое – профилактика, и на ранних стадиях излечения диабета, то есть исследование каких-то моноклональных антител, чего угодно, но пока это в стадии разработок, это исследование, пока практическую медицину выхода нет. И второе направление, ну, инсулин – это инъекционный препарат, и это многократные инъекции при первом типе, и попытки разработать другие способы введения, то есть использовались ингаляционные методы, пероральные пока не получаются, потому что инсулин сразу расщепляется в желудочно-кишечном тракте. Ну, вот были ингаляционные, но пока они такого массового применения не нашли. В России вообще нет. Немножко при втором типе пробовали за границей, при втором типе инсулин ингаляционный, но, к сожалению, и у них пока это не пошло. Но я думаю, что все впереди, наука идет вперед. То, что было нереально и казалось фантастикой 30 лет назад, когда я начинала работать, сейчас уже мы имеем в практике, так что я думаю, что это будет такая победа впереди. Ну, то есть в любом случае, если пациенту решается вопрос таблетирной или инсулина… По поводу таблеток, да, я вас перебила, извините. По поводу таблеток. Диабет второго типа лечится, постановка диагноза, и он лечится таблетированными препаратами. И сейчас появились еще неинсулиновые, тоже инъекционные препараты. Есть препараты, которые вводятся раз в неделю, но неинсулин, то есть неинсулин. И таблетированные препараты. При втором типе, как правило, лечение начинается с этих препаратов. Если диагноз поставлен вовремя, если лечение назначено вовремя, то диабет второго типа, его секреция может… При применении современных препаратов секреция может сохраняться годами, десятилетиями. И, конечно, риск того, что пациент с диабетом второго типа придет к инсулинотерапии, она существует. Но если пациент долго не обращался… Или, знаете, интересно, есть люди, которые свой повышенный сахар не считают диабетом, что это просто повышенный сахар, но можно прятать голову в песок, но это не так. Стойкое повышение сахара, к сожалению, это сахарный диабет. Так вот, если не лечиться, если запустить, то, к сожалению, истощение поджелудочной железы наступает быстро, и инсулинотерапия требуется таким пациентам раньше. Скажи, пожалуйста, а вот мы говорили сейчас… У нас, в принципе, в каждой программе почти звучит диспансеризация, профилактический медицинский осмотр, их важности, их роль вообще, да, и снижение их заболеваемости, и снижение смертности. Из программы в программу об этом говорим. На самом деле, я думаю, телезритель понимает, насколько это важно. Вот во время диспансеризации, когда у человека заподозрили диабет, он однозначно попадет к эндокринологу. В любом случае, да. А вообще, значит, кто должен лечить диабет, да, и всегда ли нужно именно к эндокринологу, человеку при нарушении какой-то лерантости? Да, это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, вот человек прошел диспансеризацию, и вдруг у него повышенный сахар крови. Ему нужно, ну, мы сейчас говорим о человеке, который вот имеет небольшое повышение, то есть не о первом типе диабета, заподозрием второй тип диабета. То есть нужно еще раз сдать кровь на сахар, натощак, нужно пойти к терапевту, и терапевт вполне способен дать направление на, и он знает, что это надо сделать, у нас грамотные терапевты, мы все время с ними об этом говорим, вот, направление на тест толерантности глюкозы, он очень простой, я только что говорила, то есть никаких сложностей в его, так сказать, проведении нет, и очень желательно еще сдать кровь на гликированный гемоглобин. И вот потом, по совокупности этих анализов, терапевты видят, насколько, ну, выраженные изменения нарушения углеводного обмена, насколько они реально существуют. И если они действительно существуют, то следующий визит нужен к эндокринологу для того, чтобы, ну, оценить все за и против, и назначить тот или выбрать для данного пациента оптимальную терапию. А дальше уже наблюдать результаты терапии, проходить диспансеризацию, потому что пациент с диабетом обязательно должен стоять на учете, это будет делать терапевт. То есть уже диспансерное наблюдение. Да, диспансерное наблюдение терапевта. А как часто нужно все-таки сдавать кровь на сахар? Вот простой такой вопрос. Здоровому человеку. Вот обычному здоровому человеку. После 35-40 лет, раньше говорили 40, но у нас все болезни молодеют, можно сказать, 35, один раз в год достаточно. Если у пациента есть наследственность, есть избыточный вес, то это, к сожалению, уже два раза в год как минимум. Ну, попадает в своеобразную группу риска. Ну, да, 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 вы совершенно правы. Прицельное такое внимание. То есть то, с чего мы начинали, правильное питание, чтобы не было избыточных количеств питания животных жиров, не было рафинированных углеводов, вот этих вот газированных сладких напитков, фастфуда, чтобы обязательно был двигательный режим. Для старшего поколения скандинавские палки, для более молодого поколения, ну, то, что они предпочитают, да, для среднего, я не знаю, плавания, лыжи. То есть каждому вот свое. И тогда, во-первых, и сохраняться будет здоровье на длительный период старшего поколения, и будет профилактика этого заболевания у младшего поколения. То есть, в общем, вот насколько важно иметь правильный уклад жизни, образ жизни всем членам семьи. Ну, мы сейчас с вами подвели наш разговор к продуктам питания, к диете. Давайте вот сначала скажем то, что при сахарном диабете все-таки какая-то диета, да, ну, хотя бы коротко. Понятно, что диета для человека, который имеет сахарный диабет, ему врач все объяснит, да, во время приема. Ну, конечно, да. Все это четко скажет, даст ему даже какой-то, значит, обязательный листочек, да, где все будет записано, печатано. И это должно быть, да, в принципе, в идеале, чтобы пациент был грамотный. И второй вопрос сразу же. Человек, у которого нет диабета, все-таки какие продукты могут вызвать вот такую, какую-то резистентность, да, поджелудочной железы, да, вот именно вот к диабету, да, восприимчивость. Говоря простым языком, сладкие продукты, мучное в большом количестве, жирная пища, фастфуд. Это вот всем. Сладкие газированные напитки. Это вот продукты, которые, в принципе, не имеют никакой пользы для здоровья, да. Да, кто-то их любит, кто-то больше, кто-то меньше, но это продукты, которые, ну, к сожалению, пользы не дадут, а во многих ситуациях принесут вред, и в комбинации с малоподвижным образом жизни, а у нас жизнь такая, что, ну, не все успевают, да, пойти в спортзал, не все успевают, достаточно проходить пешком. Особенно люди среднего возраста, ну, они стараются работать, иногда не на одной работе. Им нужно успеть детей довезти в один кружок, в другой кружок. И все это на машине часто. Вот, и получается, что двигаемся мало, а едим вечером и вот эти продукты. И вот это, к сожалению, не полезно никому. И вред приносит даже и людям здоровым, и со здоровой наследственностью. Вообще, вот интересно, мы часто, врачи, по привычке пациенту говорим слово диета. Вообще, наши вот корифеи, диабетологи, эндокринологи говорят, что от этого надо отойти, что есть такое понятие рациональное питание. И в принципе, что человеку здоровому, что человеку, имеющему диабет второго типа, нужно питаться вот так рационально и правильно. То есть это должно быть хорошее, ну, достаточное количество белка. Ну, белок что? Это молочные продукты, сыр, творог. Это небольшое количество красного мяса. Сейчас с красным мясом такая ситуация, да, что много его не рекомендует. Белое мясо, как правило, птица. Вот источники белка. Причем понемногу. Это не значит, что эти продукты надо есть три раза в день. Обязательно овощи. Причем овощи, вот самые обычные овощи, которые растут в нашей средней полосе. Очень полезны тыква, кабачок, все виды капусты. У нас есть профессор, который как начинает перечислять все виды капусты, да, то есть просто живо это себе представляешь, он с таким, очень эмоционально это говорит. Ну, да, у нас край такой, что мы не можем жить без картошки, но опять-таки не три раза в день. И лучше, чтобы это была не жареная, отварная, печеная, мундири. Ну и любые зеленые овощи, огурцы, помидоры, все виды салата. Кто выращивает на даче, вот салат должен, грядка с салатом должна быть обязательно, у кого есть дача, и кто, так сказать, ну любит покопаться и что-то вырастить. Вот такие вот, в принципе, питания. Это гарнир. Ну, каши. Каши, ну, я думаю, уже никому не надо говорить о том, что гречневая каша не является лечебным продуктом, что это обычный продукт питания, но который, так сказать, углеводы, из которого всасываются более медленно, чем, допустим, из того же мучного, из продуктов из белой муки. Ну, в ней есть определенный набор витаминов группы В, но это продукт питания, это никак не лечебный продукт. То есть лечить диабет гречневой кашей, не гречневой крупой в сыром виде, это неправильно, это совершенно уже считается неграмотным. Ну, вот, пожалуй, те принципы питания. Да, фрукты, как источники микроэлементов и витаминов. Ну, вот, наверное, жиры в виде растительных масел, но людям с избыточным весом надо помнить о том, что растительное масло – продукт полезный. То, что оно без холестерина – замечательно. Оливковое масло – ну, это очень калорийный продукт. Поэтому, если мы будем наливать его, так сказать, слоем, и в нем жарить пищу, тушить или готовить там какие-то винегреты и лить туда масло, так сказать, очень помногу, то калорийность блюд будет очень высокой. И похудеть таким людям, ну, будет при употреблении такой пищи, ну, практически нереально. То есть, все нужно понемногу. Ну, вот мы сказали о том, что все-таки сейчас идет дефицит такой двигательной активности у людей, да, в силу занятости, там, на работе и все прочее. Но сейчас такое разнообразие у нас и оздоровительных комплексов, физкультурно-оздоровительных комплексов спортивных, и секций различных, и различных там, я не знаю, бассейнов. То есть, на самом деле, вот двигательная активность, насколько она важна? Ну, она крайне важна при всем. Ведь двигательная активность нужна при человеку практически с любым состоянием здоровья. То есть, совершенно здоровому человеку она нужна. Человеку, который имеет начальные какие-то проявления хронических заболеваний. Даже человеку с ишемической болезнью в сердце, кардиолог никогда ведь не скажет, и терапевт, что все вам нельзя. Ну, только кому-то можно заниматься активными, ходить в спортзал, ходить в тренажерный зал, плавать. Кому-то можно преимуществом двигательной активности является либо вот ходьба со скандинавскими палками, либо просто ходьба по ровному месту. Для кого-то это, ну, очень спокойная ходьба. Но все равно для каждого человека важна двигательная активность. Я хочу привести пример такой. Ну, вот мы говорили, что возможны осложнения диабета. И иногда это проявляется тем, что страдают сосуды нижних конечностей. И у человека, ну, появляются боли в ногах. Когда он проходит обследование, то же самое, УЗИ сосудов, там видят какие-то изменения. Так вот на первом месте это тренировочная ходьба. Все остальное – таблетированные, медикаментозная терапия, хоть таблетированные, хоть внутривенные, физиопроцедуры. Все остальное на втором месте. На первом месте тренировочная ходьба для того, чтобы сосуды работали, для того, чтобы сосуды не потеряли свою способность сокращаться. А если крупные сосуды значительно пострадали, чтобы появлялся коллатеральный кровоток, то есть обходной кровоток из мелких сосудов. Тогда не будет тех серьезных осложнений, которых часто мы боимся. И, в общем-то, боимся. Но если мы этим не занимаемся, то, наверное, оправданно. Я тоже хочу сказать, мы сейчас с вами беседуем, и, в принципе, я думаю, телезрители поняли из нашего разговора, что сахарный диабет лечится. Его прогноз зависит, конечно, от ранней диагностики, от выполнения рекомендаций пациента. Правильно? То есть от этого очень много зависит. Но я хочу сказать, что человек с сахарным диабетом, он, в принципе, может заниматься и спортом. Должен. Есть пациенты с диабетом первого типа, которые вообще занимаются спортом высоких достижений. Но это же единицы, и это не только при диабете единицы, это вообще люди единицы. То есть спортом имеется в виду, вот я говорю, спорт и физкультура. То есть физической культурой должны заниматься все в 100%. Но спортом тоже возможно. Если человек хочет заниматься спортом, есть определенные правила лечения, но это тоже дорога не закрыта. Ну, по крайней мере, физической культурой точно. Конечно. Поэтому сахарный диабет – это не такой, не какой-то сразу запрет на этой вещи. Нет, это не какой-то заслон, который сразу закрывает нам. То есть создание семьи, рождение детей, занятие любимым делом, спортом, работа – все это возможно. Но единственное нужно, ну, вот опять банальная вещь – изменение образа жизни. Вот нужно это. И не зря говорят, что лечение диабета – 30% – это вот медицина, это доктор, а 70% – это отношение к своему лечению пациента. То есть самого человека. Это общее правило. И от этого, вот когда все это сходится, когда с двух сторон усилия для лечения, да? Галина Николаевна, а вот еще такой вопрос. У пациента сахарный диабет, да? Вот мы поставили сахарный диабет. Какова вероятность раннего развития осложнений? И какие они эти осложнения все-таки? Давайте скажем. Ну, осложнение диабета – это осложнение сосудов. Есть микрососудистые осложнения, когда мельчайшие сосуды страдают. Есть макрососудистые, когда кровные сосуды. Да, макро- и микроангиопатии, совершенно верно, так это и называется. Ну, вот и при первом типе, и при втором типе раннее начало терапии, хороший подбор терапии, выполнение всех рекомендаций – это вот как раз то, что поможет избежать серьезных осложнений, либо, еще раз говорю, куда-то их отодвинуть на очень пожилой возраст. Но в то же время нужно регулярно наблюдаться. То есть даже если, будем говорить, ретинопатия – это поражение глаз. Даже если человек не чувствует никакого снижения зрения, пациент с диабетом должен раз в год обязательно посетить окулиста, и окулист его смотрит с широким зрачком, то есть закапывая в глаза. Часто это не нравится пациентам, потому что два дня нельзя за рулем, там немножко получается такое нечеткое зрение. Ну, у кого-то два, у кого-то день. Но все равно эту процедуру нужно планировать и проходить, потому что только с расширенным зрачком или на специальном приборе, так называемая щелевая лампа, можно увидеть те начальные изменения, которыми опасен диабет. Меры, принятые на этих начальных этапах, то есть лечебные меры, принятые окулистом, когда еще нет снижения зрения, они более эффективны. К сожалению, если осложнение на глаза диагностировано тогда, когда уже произошло снижение зрения, не дай бог кровоизлияния, результат от лечения тоже будет. Есть хорошие современные методы лечения, но лучше до этого не допускать. То есть лучше регулярно наблюдаться, и если появились какие-то подозрения, у нас в нашей области отделение микрохирургии глаза владеет всеми современными методиками. То есть все, что есть в современной офтальмологии для лечения диабета, все есть в арсенале нашего отделения. Это, в общем-то, они молодцы в этом плане. То же самое поражение нервной системы, посещение невролога. Если есть подозрения на поражение сосудов, то по направлению врача в плановом порядке, ведь не бежать, когда уже что-то совсем плохо случилось, а в плановом порядке записаться и пройти обследование УЗИ сосудов. То есть вот то, что нужно. И обязательно такой банальный анализ, как общий анализ мочи и обычная биохимия крови. То есть вот креатинин, печеночные пробы, ЛТСТ, тоже очень необходимы, потому что от них зависит и своевременная возможность риски развития диабетической нефропатии, и опять-таки вовремя принятые меры. Возможно, иногда, когда есть начальные изменения диабетической нефропочек, есть определенные алгоритмы, как нужно менять лечение тогда врачу. И если врач это сделает вовремя, то, в общем-то, опять-таки, все должно быть стабильно. Ну, доктора, которые ведут диспансерное наблюдение, все это прекрасно знают, владеют. Для пациента иногда это... Я хорошо вижу, я себя хорошо чувствую, и ему не хочется идти куда-то лишний раз, отпрашиваться с работы, может быть, где-то, может быть, что-то подождать. Но это, к сожалению, нужно делать. И, к счастью, мы имеем возможность это сделать. Все-таки, давайте скажем для телезрителей... Ну, мы говорили об обследовании, об анализах, лабораторной диагностике. Ну, все-таки, чтобы телезрители узнали, каковы нормы кровь на сахар, вообще какие цифры в настоящее время. Потому что пациенты иногда говорят, вот у меня там 6, например, или 6,2, 6,3, и уже какая-то паника и все прочее. Вот как себя вести, во-первых, при таком анализе? И какие все-таки нормы, цифры сейчас? Чуть-чуть может нормы на десятые отличаться в разных лабораториях, но нормальный показатель от 3,4 до 5,8 ммоль на литр. Это натощак, мы говорим, потому что после еды результаты будут другие. Это нормы натощак. Если вы видите, что у человека, ну, у себя, сдав анализ, что сахар 5,9, 6, это пограничное, ну, его нужно пересдать. Но если он уже 6,1 и выше, конечно, это небольшое повышение, но в то же время это требует дообследования. То, о чем я говорила, тест толерантности глюкозы, повторный сахар натощак и желательный анализ на гликированный гемоглобин. Галина Николаевна, а как часто пациенты направляются в стационар, и в каких случаях? Вот в вашу эндокринологию, для подбора лечения, или еще какие-то вопросы? Ну, обязательно впервые выявлены диагноз сахарного диабета первого типа, подбор терапии и обучение пациента. При декомпенсации диабета при первом и втором типе, то есть когда сахар очень высокий, когда пациент себя плохо чувствует, то есть возможность изменения терапии. При втором типе часто, когда у пациента перестают помогать таблетированные, ну, вот неинсулиновые препараты, так скажем, для дальнейшего подбора терапии и возможной необходимости перевода на инсулин, это опять-таки не катастрофа, это просто, ну, изменение терапии, и, ну, в какой-то мере изменение немножко каких-то привычек, образа жизни, но это тоже, в общем-то, нормальная дальнейшая жизнь. И также для плановой терапии осложнений, серьезных осложнений, когда они уже есть. И еще, знаете, вот говоря об осложнениях, не сказала важную вещь, что, вот мы говорили о макрангиопатиях, мы говорили о ногах, а сосуды, они же везде, и могут страдать и крупные сосуды сердца. То есть обязательно параллельно с лечением диабета, для того, чтобы не страдали сосуды, потому что на сосуды может влиять диабет, может влиять повышенное артериальное давление, высокий уровень липидов. И все это суммируется, и все это действует плохо на сосуды. Поэтому пациенту нужно не только за сахаром следить, а то из нашей беседы можно сделать такой вывод, но обязательно измерять давление, и если есть необходимость с терапевтом обсуждать его лечение. Обязательно сдавать анализ крови на липидный спектр, и опять-таки, если уже есть диабет, если есть артериальная гипертензия, то требуется обязательно коррекция, если там есть изменения, то если есть повышенные липиды, вредные, так называемые, то обязательно их коррекция. То есть все это нужно сделать совместно, для того, чтобы не иметь тех осложнений на сосуды, и сосуды сердца, и сосуды мозга, ног, в общем, все. Хорошо. Галина Николаевна, а как вы относитесь к школам здоровья вообще, в целом, и вот именно к школе сахарного диабета, насколько ее польза есть от этих школ, и как важно посещать пациентам именно вот такие школы? А может быть, не только пациентам, имеющим сахарный диабет, может быть, и как-то более шире к этой теме? Ну, вот школа здоровья, это как раз более шире, когда человек хочет узнать вообще вот, как ему сохранить свое здоровье, либо как ему, так сказать, вернуть в какой-нибудь мере здоровье. Это как раз школа здоровья, и вот то, что могут делать центры медицинской профилактики, так и определение сахара, холестерина, какие-то рекомендации по навыкам здорового питания, здорового образа жизни, это как раз вот из школы здоровья это прекрасно, это нужно всем. Школы диабета крайне нужны, то есть это обязательный компонент лечения. Но вот у нас есть такое понятие, как самоконтроль при сахарном диабете. То есть пациент дома имеет возможность сам определять сахар крови, но он же должен еще не просто его определить, а должен как-то интерпретировать и понять, искать ему действовать, исходя из того или иной цифры, которое вот показалось на экране. Как раз вот этому во многом и обучают в школе диабета. То есть при помощи самоконтроля, как самому следить за компенсацией своего заболевания. А для того, чтобы добиться, чтобы уровень сахара был ровный, чтобы терапия давала максимальный эффект. Но также в школах диабета обучают питанию, причем там в принципе питание разное. Одно дело, когда это молодой пациент с диабетом первого типа, студент, например. Другое дело, когда это человек, ну пенсионер, допустим, активный, там работающий на даче, но уже другого возраста. Принципы питания разные. Лечение диабета, здесь инсулин, там могут быть таблетированные препараты. Тоже разный подход. Поэтому школа диабета нужна, и она нужна именно та, которая нужна данному человеку. Спасибо большое, Галина Николаевна. Такой у нас широкий разговор получился. Я думаю, телезрители получили очень много важной информации. На этом наша программа подошла к концу. Я всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. И удачи. Субтитры создавал DimaTorzok